Доброе утро, уважаемые зрители! Союз Онлайн начинает работу в прямом эфире в студии Ирина Пономарёва. Есть такие вещи, которые лучше даже не пробовать, потом в них мало будет покаяться, они будут напоминать и себе, и понадобится немало труда, чтобы избавиться от ранений и шрамов, оставленных ими в душе. К таким тяжелым грехам относятся гадания. Возможно, вы удивлены, а может, знали об этом и без меня. И в том и в другом случае, думаю, полезной может оказаться беседа, которую я хочу предложить вашему вниманию. Православные люди знают, что гадание — это плохо, что этого в нашей жизни быть не должно. Но может так быть, что где-то в прошлом это имело место быть, и сейчас человек продолжает думать об этом, переживать, что ему что-то было предсказано, может быть, какие-то проблемы неурядятся и не знают, как справляться с этими мыслями. И вот о чем сегодня мы хотели бы поговорить с Надеждой Гавриловной Валинуровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуй, Надежда Гавриловна. Здравствуй, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, мы не будем, конечно же, ставить вопрос о том, что гадание не должно быть в нашей жизни. Я думаю, что все люди, которые присматриваются к церковной жизни, об этом уже знают, что со всеми просьбами нужно идти к Богу, но вот может так случиться, что действительно что-то уже нам предсказано, кто-то нам уже что-то нагадал. И, например, у меня был такой вот случай, что женщине ей предсказали, что вот она умрет в таком-то возрасте, допустим, там 70 с чем-то. Вот когда ей исполнилось вот этот вот срок, она начала готовиться к смерти, и действительно через пару месяцев по исполнению, там, по прошествии дня рождения умерла. Вот. Мне кажется, что это же очень тяжело для человека. Умирать? Ну, узнать, например, дату своей смерти. Вот что делать, если человеку уже вот это вот предсказали? Как с этим жить? Да, вот ты сказала, что православные люди знают. Но мы много чего знаем, и опять же, мы знаем, что аборт — это убийство, мы знаем, что злиться — это нехорошо, мы много чего знаем, но в любом случае мы переступаем через это знание и идём всё-таки, и делаем то, что запрещено. И поэтому, несмотря на то, что люди православные, я сталкиваюсь с тем, что люди всё-таки ходят к гадалкам, или сами гадают и говорят так, что это как бы я нечасто. Если я раньше гадала очень много, то теперь гадаю очень мало. И, например, я в основном не гадаю, но вот когда рождественские праздники начинаются, там же всегда у нас было на Руси, ну, это люди так говорят, что вот гадание, оно было принято и так далее. То есть люди гадают. И вот тот вопрос, который я поставил, на самом деле серьёзный. Почему вообще люди гадают? Люди гадают, почему они хотят знать своё будущее, да, почему они хотят заглянуть. Они как бы хотят вырвать тайну у Бога. То есть понятно, что мы не знаем своё будущее, оно нам закрыто. И нам очень интересно, что было. И сейчас ведь очень тенденция ещё такая развивается, что не просто я хочу знать то, что будет, но ещё хочу изменить вот то, что должно со мной случиться, случиться и то, что, ну, чтобы изменить, я должен знать. Вот же какая штука-то. Вот. И забывают, что на самом-то деле вот эти гадалки, они просто пользуются нашей слабостью, вот это вот наш любопытством, это не любознательность, а именно любопытство. Они пользуются и зарабатывают на нас, на нашей вот этой простоте, на нашей греховности, на нашей страстности зарабатывают деньги. А почему это на людей действует? То есть у нас есть кроме сознательной сферы ещё и бессознательная сфера. И когда человек гадает, скажем, на картах, ему гадалка говорит, что вот смотри, карта легла так, она прямо ему показывает, что вот эта карта, смотри, вот этот знак обозначает то-то, и вот ты в такое-то время вот должен будешь умереть. То есть это не фильтруется сознанием. То есть когда у человека информация приходит в сознание, он может её проанализировать, он может её аргументировать, отвергнуть в конце концов. А карты, они минуют сознание. Они, или какая-то кофейная гуща, или там ещё какая-то форма гадания, они сразу проникают в бессознательное. И создаётся установка. Я всегда говорю, что установка – это очень такое мощное воздействие на человека, создание установки. И когда люди, скажем, женятся, создают установку, либо я на всю жизнь женюсь, это будет одна траектория жизни, либо я женюсь, скажем, но до первых каких-то моментов, когда я почувствую, что я разлюбил. Тогда у меня установка, я буду искать себе другую замену. И здесь то же самое. Создаётся установка. Установка, что ты через пять лет умрёшь. И с этой установкой очень трудно работать. На самом-то деле нужно проникнуть в сферу бессознательное для того, чтобы поработать вот с этой установкой. Чтобы эти установки вам не создавали, надо просто не ходить к этим гадалкам и не пользоваться этими гадательными инструментами для того, чтобы заглянуть в будущее. То есть можно изменить своё будущее каким образом? Меняя сегодняшний день, меняя своё отношение к тем событиям, которые сейчас с тобой происходят, меняя то, что тебе не нравится в себе сейчас, ты тем самым изменяешь будущее. То есть это вот рецепт для людей, которые хотят изменить своё будущее. То есть если я сейчас ничего в своей жизни не меняю, как бы я ни ходила гадалкам, то моя жизнь примерно будет идти в том же несчастливом ключе, в котором сейчас идёт. Но если сейчас я очень сильно работаю над собой и меняю что-то в себе, то в будущем обязательно это скажется. Оно обязательно привлечёт к тебе тех людей, которые тебе окажут помощь, тех людей, которые будут тебе нужны именно для твоего духовного развития. И работа будет именно та, которая тебе нужна. То есть мы же должны довериться Богу, что Бог знает, что для нас полезно. Но мы должны с своей стороны не ждать, что Бог всё для меня сделает, а именно работать над собой, возделывать тот сад, в который нас Господь поставил. Ну вот те же какие-то семейные проблемы, может быть болезни там. Вот, например, предсказали человеку, что у него будет два брака, а он вот хотел бы один брак, потому что он знает, что по Евангелии не положен второй брак. Да, но установка, я только что сказала, на бессознательном уровне, она ему, знаете, как вот в темечке капля, капает, 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 и в конце концов образуется некая ямка. И здесь то же самое, у него образуется готовность к тому, что да, у меня и вот, скажем, любую ссору очень воспринимает, ага, мне же нагадала гадалка-то. То есть получается, что он события уже потасовывает под ту информацию, которую он получил. Скажем, если бы он не хотел гадалки, не было бы этой информации, что у него будет два брака. Он понимает, что ссора произошла, конфликт, какое-то недоразумение произошло, но работаем и дальше живём, потому что вот человек мне родной, я с ним буду жить до конца. А, скажем, если бы не сказали, что у меня будет два брака, ага, вот, видимо, этот период как раз, или встретил женщину, которая показалась более привлекательной, чем жена. Ага, гадалка же мне сказала, ну, значит, вот так оно и есть. То есть человек перестаёт сопротивляться, перестаёт человек работать с собой и над собой. Он становится таким податливым и внушаемым к тем событиям, которые ему предсказали. Он сам идёт навстречу, он создаёт ситуации, в которой это предсказание начинает реализовываться. Но можно, получается, по-другому себя, так сказать, перепрограммировать. Да, то есть я думаю, что изначально не надо ходить. Но если уж вы сходили, да, то есть, получается, вы должны понять, что это идёт на уровне внушения, ну, и здесь включайте контр-внушение. То есть какие-то аргументы, и просто, если вы решили, вот, по-другому, то есть здесь нужна тренировка воли. Работа с волей, то есть если человек работает с своей волей, работает с собой, то можно, конечно, противостоять. Обратитесь к православному психологу с этой проблемой. Если у вас вот такая установка уже создана, и вы ожидаете, что вот в вашей семье произойдёт кто-то, тот в таком-то периоде. Но вообще лучше не ходить. Не ходить к этим гадалкам. Да, то есть, получается, если Господь хотел бы нам открыть наше будущее, Он мог бы это сделать. Да, и мы знаем, что, скажем, гадалки, это кто такие? Это, в общем-то, люди, которые проникают за эти завесы, с помощью вот этих вот карт, какие-то идеи сочиняют. Кто им эти идеи подсылает? Ну, наверное, это не Господь им посылает эти идеи. Понятно, если бы надо было, Господь бы вам открыл это. Раз Он вам не открывает, значит, вы пытаетесь залезть через окно. Помните, говорит, по плодам и упознаете его. Да, то есть, если вам сказали эту информацию, и вы сейчас переживаете, ну, какой плод? Негативный же плод. Ну, вот по плодам узнаёте того человека, который вам эту установку и вбил в эту голову, в вашу голову. Вот, поэтому не надо ходить. Не надо ходить к этим гадалкам и заниматься теми делами, которые нужно заниматься, а не тем, что вы бы хотели. Вот, опять же, наше своеволие, да, то есть, а как бы ей вот не заглянуть туда и чего-то вот в окошко бы проникнуть, а не через дверь. Что-то бы утащить, что-то бы урвать. Понимаете, вот потребление такое, что-то бы мне урвать, чтобы перестраховаться. Скажем, мы знаем очень много притч, когда, если тебе предсказана смерть, ну, скажем, Богом, если она тебя открыла смерть, если ты хочешь сопротивляться смерти, что бы ты ни делал, смерть будет. Но кому открывается такая информация? Только святым. А святые, как правило, не идут против воли Бога. Им открывается день смерти, они благодарят, что они узнали об этом, и готовятся еще усиленнее к этому дню смерти, понимая, что это очень ответственный период, ответственные события, и пытаются представить перед Богом наиболее подготовленными. А не так, что я узнаю о смерти, дни смерти, и пытаюсь ее всячески отсрочить. Да, то есть, смысл какой? Были какие-то в вашей практике вот случаи, может быть, которые мы могли бы поделиться, для того, чтобы люди меньше обращались к гадалкам? Рассказывает мне одна женщина, что у нее знакомая ходила к врачу, там почему-то была не гадалка, была не гадалка, а просто врач. И она пришла, у нее там что-то болело, нога, еще что-то болело, и он сказал, не переживай, умрешь после того, как я умру. А врач молодой, и она так обрадовалась, вот установка, понимаете, вот они с ним поговорили, он настолько внушил ей, что ты умрешь, что только после того, как я умру. И она, говорит, забыла вообще, что у нее нога болит, и вообще, что она когда-то умрет. А потом жила-жила, и как-то позвонила врачу, ну, пошла к нему на прием, захотела, так он умер неделю назад. Ну и все, вот человек, да, то есть, вот она установка. Ах, он умер, а он уже мне сказал, что я после него захандрила, загрустила, впала в уныние, и, говорит, буквально через какое-то время тоже умерла. Вот такая вот установка. То есть, человек не стал противодействовать этой установке, он поплыл по течению, он не стал сопротивляться, он поддался этим бесовским мыслям и оказался в ловушке. Но все равно же, нет же такой предначертанности. То есть, получается, что если бы человек по-другому эту ситуацию воспринял, то его и жизнь могла бы сложиться по-другому. Понимаете, вот в том-то и дело. И получается, что человек неправославный, он все время уязвленный. Особенно, вот если у него мышление что-то такое незрелое. То есть, в принципе, он подвержен любым влияниям. А когда человек православный, когда он понимает, что он ничей не раб только Бога, и, в принципе, никто над ним не господин, кроме Бога, тогда у человека появляются силы бороться вот с такими вот даже, ну, казалось бы, элементарными вещами, вот просто какую-то установку, кто-то вам что-то сказал, что-то сообщил и так далее. А примеры? Потому что он на людей проклятие действует. Говорит, вот будь ты проклят. Да, этот человек настолько запереживал, даже без гадалок опять, да. Вот там свекровь сказала своей снохе, будь ты проклята. Конечно, это недопустимо, это немыслимо. Но сама невестка до такой степени стала переживать, это тоже конкретный пример, до такой степени переживать, что у нее уже есть в голове, что если родитель тебя проклинает, то добра от этого не жди. И вот она настолько переживала, она настолько горевала, что она ее проклятие на нее наслала. А если бы человек, скажем, поверил Богу, сказал, что Господи, ну, не ведать, что творит, то ничего бы он и не внушил, эта свекровь не внушила бы, и ужас такой перед ее проклятием.